Сегодня 21 января 2020 года и был совершенно сумасшедший день на бирже. Это с одной стороны, с другой стороны у меня исполнились наконец структурные продукты, про которые я раньше рассказывал. Сейчас обо всем подробнее. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня 21 января. Индекс РТС вел себя абсолютно неадекватно. Я весь день сидел и наблюдал за ним. Давайте посмотрим на график, что же происходило. Итак, посмотрите сюда на график. Вот сейчас я проведу вертикальную линию, когда начался сегодняшний день. Вот здесь. Посмотрите, с чего он начался. Ну, все было вот абсолютно хорошо. И я уже рассказывал, что если индекс РТС не вырастет выше, чем 150 тысяч, то у меня вообще все в ажуре, все в шоколаде. Я в прошлом видео рассказывал, а если он упадет, то чем ниже упадет, тем лучше. У меня была такая стратегия построена. И я такой с утра включаюсь, и индекс РТС начинает вдруг расти. И, в принципе, это логично, потому что вчера была инаугурация Байдена, и там индекс СНП здорово поднялся. В принципе, нефть там, ну, так, ни шапка, ни валка, вроде ничего не ожидалось плохого. Поэтому индекс РТС начал расти. И вот он, вы видите, вот он подбирается уже к 150 тысячам. У меня опционная стратегия начинает приносить, в общем-то, хорошие убытки. Ну, как хорошие? У меня было в прибыли что-то там 12 тысяч, что ли, там, или 20 тысяч. И эта прибыль начала таять, и уже пошли, в общем-то, в минус, в минус 10 тысяч. И здесь я струхнул. Я начал гасить те позиции, которые принесут мне... А, начал фиксировать вот здесь убытки, потому что если пересечет вот эту линию, видите, она уже на краешке совсем. Если пересечет, то убытки, значит, возрастают, и там уже, в общем-то сказать, спасти бы депозит. То есть, очень сложная ситуация была. Я начал гасить все, и начал гасить потенциальную прибыль, потому что, ну, для того, чтобы поднять вот ту самую планочку, потому что, ну, как бы, сохранить деньги. Вот, я начал продавать те позиции, которые могли бы принести мне прибыль. Здорово я струхнул на самом деле. И потом вдруг, ни с того ни с сего, индекс начал. Давайте я сейчас в другом масштабе покажу все вот это. Вот оно. Вот он начал расти. Вот он здесь. Здесь уже вот-вот. Вообще вплотную приблизился. Здесь я продавал. И тут он начал немножечко, ну, корректироваться. Думаю, ну, ладно, слава богу. А он корректируется дальше. Дальше уже хоть себе покупай заново эти позиции, которые принесли бы прибыль. Ну, в общем, я особенно ничего уже не делал. Да и эти позиции, которые должны были принести прибыль, на самом деле, если честно, они уже ее принесли. То есть, я уже был в прибыли. И, ну, что оставалось делать? Я ее корректировал. Ну, и, как всегда, скидывал в чате. Сейчас я покажу. Ну, вот здесь вот я показывал, что стоп-лимит стоял на 150 тысяч на покупку на случай буйного роста. Я его поставил, он сработал. Там, ну, что-то там он выправил. И я уезжал из дома, значит, там несколько раз. И, ну, а в чате по телефону смотрю. И пишет вот Андрей. Так, Штирлиц близок к провалу. Вот, ну, я приехал домой быстренько. И давай корректировать все позиции. Видите, да? Что, значит, ну, чат помогает, на самом деле. Вот это где-то уже было в... Вот, вот сюда прет. Но здесь-то я уже корректировал хорошо. Вот. Ну, как корректировал. Ну, все хорошо было. Но уже я покупал следующие. Следующие начал строить стратегию. Поэтому вот сейчас я покажу вам. Вот увеличенный вариант. Вот он. Посмотрите, я уже начал строить стратегию. Уже следующую. Я уже начал покупать опционы со следующим сроком экспирации. Поэтому шляпа. Вот я написал. Шляпа поехала на Бекрень. Потому что вот здесь, вот видите, она уже кривая такая полочка. Ну, моя любимая планка. Проданный. Кондор. И, ну, здесь 15 тысяч прибыли всего. А мог бы получить 60. Причем, ну, 15 тысяч прибыли с учетом текущего состояния. А текущее состояние минус 3 500. То есть плюс 10 тысяч всего лишь. Всего лишь плюс 10 тысяч. А мог бы получить 60 или 70 или 80. Там было так вот в начале. Там даже 100 было. Вот. Ну, я немножечко струхнул и начал. Вот, посмотрите. Вот он дошел вот здесь. Вот. Ну, здесь я уже фиксировал прибыль. Вот. Вот здесь, видите, да? Вот он дошел вот до краешку. Ну, а потом начал отступать. Здесь я фиксировал уже прибыль. Там все у меня было хорошо. Ну, здесь вот мы переписываемся. Кто что, значит, там спрашивают. То есть очень был напряженный день. Очень напряженный день. То есть индекс вроде, так сказать, пошел вверх. Думаю, ну все. Вот. Я не угадал. А потом как? Грохнулся. Но я струхнул. Перестраховался. Поэтому прибыль у меня небольшая. Но она есть. Давайте покажу, какая. Вот мне просили показать, значит, что там результаты какие. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Смотрите. Было 200 тысяч, стало 212 тысяч 77. То есть прибыль 6%. 12 тысяч пополам это 6. Вот. Да. 6% прибыль за неделю. В принципе, неплохо, конечно. Но это не 60, которые там было заложено при резком падении. Что я делаю сейчас? Я делаю, строю стратегию на следующий уже период. Она практически не отличается от той, которая была. То есть я по-прежнему предполагаю, что индекс будет падать из-за политики. Из-за политики. Потому что, ну, у нас могут быть серьезные перемены. Поэтому я вот здесь строю проданный колл-спред. И деньги вкладываю в купленные путы пока. И пока он продолжит падение. Вот сюда вот по красной линии смотрим. Пока он продолжает падение. Я сижу и радуюсь. Как только он начнет буйный рост. Я начну продавать вот это вот крыло. И фактически у меня будет здесь вот эта вот планочка средняя. Цель поднять среднюю планочку. Она поднимется и уйдет в положительную область. А тогда можно просто курить бамбук и все. Ничего не делать. То есть если упадет, то хорошо. Если не упадет, то тоже хорошо. Вот. Ну, то есть как бы в широком диапазоне я в прибыли. В настоящий момент я, естественно, в прибыли. Вот 1582 на сегодня рубля прибыль. Ну, это я строю стратегию. Она там продолжается строиться потихонечку. Думаю, что я выведу отсюда 100 тысяч. Вот здесь свободно 102 тысячи. Я думаю, что я 100 тысяч завтра выведу. Потому что я их взял в кредит. Зачем они мне нужны? Ну, и теперь сейчас я вам расскажу, что произошло со структурными продуктами. Они закрылись, как ими положено, и принесли мне 20% годовых. Ну, вот у меня сегодня плюс 1,5%. То есть индекс РТС упал на 1,5%. У меня плюс 1,5% в связи с этим. Вот, ну, на самом деле, вот он, плюс 6%, он показывает это за сегодня. Вот, ну, ну вот так. Так, сейчас, значит, смотрим, возвращаемся сюда. Структурные продукты ИИС. Вот они. Вот структурные продукты ИИС. Все у меня нет структурных продуктов. Видите, они исчезли. И вот здесь отчет брокера. Возврат 100% суммы, 101,570. Возврат 100% суммы инвестирования. Ну, вот эта сумма вернулась, 100%. И получен купонный доход. И получен купонный доход. Инструменты нет. Ничего нет. То есть получен купонный доход. Я пытался купить новый структурный продукт. Но, к сожалению, сейчас структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам. Я квалифицированный инвестор. Второе условие – это минимальная сумма инвестиций в структурные продукты повысилась. И сейчас 250 тысяч рублей. Написано на сайте, что 300 тысяч рублей. На самом деле 250 тысяч рублей. Но ниже 250 тысяч. Я надеялся, что мне разрешат. Нет, не разрешили. Поэтому я что сделал? Я вывел все деньги. Это ИИС. И я вывел их на срочный рынок. Буду там ждать падения индекса РТС. Я там настроил точно такую же стратегию, как и то, что я показывал. Ну и то же самое на счете жены. Сейчас я вам продемонстрирую это дело. Доступная сумма пополнений – миллион. Это не у меня миллион. К сожалению. Вот. Денежные средства – 131 тысяча. Все купоны получены. Все хорошо. И тот, и другой структурный продукт принесли 20% годовых. С 23 января прошлого года по 21 января этого года. Все хорошо. Здесь пока я деньги еще никуда не переводил. Они на ИИСе. Но тоже, судя по всему, переведу и буду как-то пытаться заработать. Вот такая история. Вы просили меня показать, что произошло. И я вам показал. Ну, а почему это все произошло? Как я и говорил, что, в общем-то сказать, у нас основной маркетмейкер – это политика. Вчера Байден, была инаугурация Байдена, с одной стороны. С другой стороны, вышел сутки назад фильм Навального про Путина. И, в общем-то сказать, ничем хорошим это не грозит, в смысле, ну, не предвещает ничего хорошего это дело. Потому что, ну, вот на субботу намечается акция в поддержку Навального. Она не санкционирована. Ну, потому что в такой срок нельзя ее санкционировать. Я подозреваю, что выйдет огромное количество людей. Ну, посмотрим там, что это будет. Вот, думаю, что и я там буду присутствовать. Просто посмотреть, как это будет выглядеть, эта история, на самом деле. Если американцы, американцы, Байден обещал ввести санкции жесткие против России, судя по всему, судя по всему, там какая-то информация прошла, что санкции будут. То ли он посоветовал своим миллиардерам выходить из российского рынка, то ли что-то еще. Может быть, американцы позвонили в Россию своим маклером, чтобы они там продавали. Может быть, еще что-то. Может быть, наши прослушали что-то и начали продавать олигархи. Как всегда, завтра все объяснят, чем это объяснялось, такое резкое падение. Но оно было. Ну, чем оно объяснялось? Посмотрите. Вот она, вот эйфория. С утра доллар, это доллар уже. С утра доллар открылся падением к рублю. То есть, рубль укрепился с утра. То есть, все хорошо, как я и говорил. Полная идиллия. Но потом, значит, доллар начал расти к рублю. Рубль начал падать. Вот видите, да? И за день он 73,200. Вот, буквально 50, наверное, да? 73,200 был самый минимальный курс. И максимальный был у нас в 20,15, 74,100. То есть, на 90 копеек движение было. На этом тоже можно было многим заработать, кто хотел. Ну, я зарабатываю на РТС. В принципе, РТС это то же самое, что и доллар, только наоборот. Что с акциями? Почему-то люди говорят, что акции падают у меня в чате. Это значит, почему, почему в чате для тех, кто закончил курс биржи для чайников. Там другой чат, еще один. Почему акции падают? Почему Сбербанк падает? Я такой, ну, Сбербанк и Сбербанк. Что им падать? У меня это самое. У меня его нет в портфеле. Я смотрю на свой портфель. У меня в портфеле, в общем-то, ну, падение небольшое. Ну, вот, минус 2000, ну, в общем, так сказать, плюс-минус. Это как обычно. Вот. При этом вот эта вот облигация, она может показывать любой результат, потому что она крайне неликвидный инструмент. То есть, по ней вообще нет сделок. Я что, ее купил? Да, я ее купил. Ой, ребята, я ее купил по 94%. Вау! Вот, я купил эту облигацию. Я показывал, что по ней нет ликвидности. И ее очень трудно купить. В прошлом видео рассказывал. И вот я поставил заявку на покупку. 94% и я ее купил. На самом деле, ей цена уже сильно больше 100%. Ну, не сильно, но больше 100%. Я уже вам показывал эту облигацию. Она опирается на это типа структурного продукта. Это структурный продукт защиты и капитала 100%. То есть, потерять здесь невозможно. То есть, ну, она на 5 лет, к сожалению. Вот. Сейчас 186,62% этот индекс показывает. На момент покупки он показывал 168%. И эта облигация дает рост 1,8 с коэффициентом 1,8, то есть, 180% от роста данного индекса. Но она на 5 лет. То есть, она через 5 лет только истечет. Насколько этот индекс вырастет через 5 лет, я не знаю. Но она даст 180% от этого роста. Такая вот облигация. Я про нее рассказывал в прошлый раз. Ну, вот такие события произошли на сегодня. Сейчас я формирую, я еще раз сказал, новую стратегию. На будущее она практически совпадает с тем, что есть. Вот она. То есть, с тем, что было. Вот она практически вот такая. Сейчас у меня дельта минус 484. То есть, направлена на падение. Чем ниже упадет индекс РТС, тем лучше для меня. А индекс РТС у нас выглядит сейчас вот так. Вот он. Ну, вот он, значит, здесь нарисовал немножечко такой боковичок. И сейчас внизу, я надеюсь, что он будет падать до 137. Если он упадет, то будет вообще... Я буду в шоколаде. Это будет где-то вот здесь. Ну, в районе 100 тысяч прибыли. Ну, опять же, за неделю это здорово, конечно. Но будет ли это или нет, пока загадывать рано. Посмотрим. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь со мной. Пишите комментарии. Делитесь этим видео. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.